здравствуйте дорогие друзья итак месяц кислеф мы отстояли с вами непростой хешван и теперь кислеф по еврейскому гороскопу это месяц скорпиона созвездие стрельца управляет как бы это центральная колонна вот знаков огня месяц кислеф управляется юпитером а буквы его самых гимель ну в основном самых да и в заре есть раздел в нем говорится о том что до создания мира буквы пришли к всевышнему и каждая хотела чтобы именно ей начался отсчет мира и бог сказал букве самых когда она к нему пришла вернись на свое место то есть после буквы нун чтобы поддержать ее не дать упасть и так что получилось слово ну нес чудо буквой нун создан знак скорпиона во время которого произошел всемирный потоп а затем всевышний обещал что не будет никогда больше потопа и что произошло дальше произошла радуга радуга это что кэшет до стрелец согласно на иврите кэшет радуга на небе это знак договора между богом и людьми что потом никогда не уничтожит большую землю то есть крайне положительно что еще самыми важными днями кислеф безусловно являются праздник хануками он начинается 25 день кислефа и заканчивается во второй день месяца тэвет в это время зажигают ханукальные свечи чтобы соединиться с тем чудом которое было во временах османаев нам это сейчас особенно важно наверное поэтому этому надо уделить особое значение в юрсенском храме вот кто помнит их была однодневная порция масла горела в течение восьми дней это был удивительнейший пример который показан был нам с небом превосходство мысли над материей и благодаря этому произошло чудо и вот такие условия и конечно же вмешательство всевышнего принесло то чудо которое случилось две тысячи лет назад но написано в каббале что каждый год вот 24 числа месяца кислеф возвращается та же самая энергия в мир и согласно еврейского картоскопа гороскопа этой энергии снова выделяется на протяжении всех восьми дней представляете как мы можем воспользоваться что еще по кисле в кисле и работает чувство сна главное и несмотря на то что мы спим почти треть нашей жизни сон остается для нас загадкой возьмем примеру сон когда он 1 если хочешь понять сущность чего какой любое явление найди где на вторе появилась первый раз первый раз сон что это всевышний навел на адама сон чтобы взял у него одну из частей тела чтобы создал из него в свою его жену и вот потом была встреча адам и хава это первая встреча пяти книжей между собственным я человека и кем-то другим еще то есть здесь намного глубже мы всегда должны понимать что там все намного глубже чем мы думаем и мы видим именно в месяце кислеф вот это чувство сна она сильно выражена настолько что написано в кислеф вообще можно исправить сон научиться спать беззаботным сном несмотря на все превратности жизни а если спрашивают а как я могу спать спокойно если у меня проблемы там не дай бог такие финансы или какие-то войны или еще написано что вот об этом и суть в этом и суть что мы стараемся выработать себе чувство упования на всевышнего и мы в состоянии это сделать именно в этом месяце почему потому что мы написано с нами это все происходит во что мы утратили тмимут то есть простодушие цельность когда появились на свет посреди на маленьких детей они не вдаются в эти умствования и все это совсем иначе происходит кислеф написано мы учимся видеть чудеса через круглые линзы букв самых кислеф наступает за хешвана буква которого нун связано с падением это значит что падение должно прекратиться что в кислефе должен быть подъем и мудрецы сказали что самых поддерживает ну это будет чудо кислеф вообще выясняется что нам есть на кого положиться и очень главное что выработать правильный взгляд на все что с нами происходит у бога на нас свои планы мы должны понимать что все что не делается к лучшему я рассказывал эту историю но вынужден рассказать и еще раз в рожь ходыш месяца кислеф как дела там спросил болшентов водовоза и осили этот говорит слава богу очень плохо тот говорит почему болшентов говорит а если это как на рабе он говорит поймите мне 78 лет я еще вынужден работать и тяжелая физическая работа дочка моя несколько дней назад развелась с мужем настрадалась от него переехала мой дом с детьми я полон печали и так далее бездарит благословляю тебя чтобы у тебя все было хорошо и хасиды начали думать что как как ему станет хорошо что через неделю они едут опять в осили спрашивает осили как дела если у меня великолепно все я счастлив рад благодарю бога за все хорошее посмотрите на меня мне 78 лет да я еще работаю физически люди в моем возрасте уже двигаться не могут моя работа очень важная водой обеспечиваю людей а недавно моя дочь которая страдала там супруга наконец развелась со своим мужем теперь с детьми мне так приятно в доме мы находимся в компании наших внуков и тогда хасиды поняли значение слова благословение на самом деле ничего ведь не произошло в этой жизни водовоза за исключением одной великой очень важной вещи он начал иначе смотреть на мир это сделала его жизнь другой вот нам в этом месте она посмотреть на мир совсем иначе все что вокруг нас чудо и мы должны это рассмотреть браховая слуха